Бродяг накормили пищей духовной и макаронами. В городе проходит фестиваль «Добрый Екатеринбург». Он объединяет сразу несколько благотворительных организаций. Те же, в свою очередь, отвечают за различные проекты. Так волонтеры читали для бездомных стихи собственного сочинения. Угощали не только зрелищами, но и хлебом. Что больше пришлось по вкусу, выясняла Мария Новикова. Стань клеткой моего мозга или сердца, И пропитай с собой уголки. Позволь в твоих руках согреться и кануть безвременные дни. О любви и разлуке Екатерина читает необычная аудитория. Пищей духовной волонтеры кормят бездомных. Те принимают начинающую поэтессу на ура. Необычный квартирник для бездомных волонтеры устроили в канун Дня города. И это не единственное их доброе дело. Они запустили целый благотворительный фестиваль. Собирают мусор для переработки и помогают малоимущим. Благодаря стихам, говорят, те вспоминают, что, несмотря на горести, в жизни есть место и красоте. Понравилась вот особенно вторая девочка, которая свои стихи читала. Вот она очень хорошо говорила. У ней мысли не на ее возраст получается. Как бы она хорошо говорила очень. Впрочем, сжечь глаголом сердца людей готовы и сами подопечные, рассказывают участники фестиваля. Можно-то одна же человек говорит, я свои стихи прочитаю. Начинаю стихи читать, меня просто поражает профессионализм, даже я так скажу. И потом вот у одного выяснилось вообще, то есть он когда-то даже, ну то есть профессионально этим занимался, издавался даже. И вот из разных жизненных обстоятельств, скажем так, семейных проблем, он оказался на улице. Не забывают волонтеры и о хлебе насущном. На обед собираются бездомные со всей округи. Нет, сейчас еще поведом. У походного кафе за считанные секунды образуется очередь. Бездомных ждет комплексный обед. Макароны с котлетой, а на десерт смородиновый чай с пряниками. Многие подходят за добавкой. Вкусы подопечных волонтеры давно изучили. Ну мы уже знаем как, что они любят. Обычно у нас гречка, какая-то каша, или макароны по-флотски, или гречка с фаршем, с овощами. Ну вот когда как. Но первое мы не готовим, только второе. Потому что им удобно есть. Даем им в контейнеры, накладываем, хлеб даем. Ну все, что остается, мы им даем. Делать доброе дело волонтеры обещают не только во время фестиваля, но и после него. Ведь те, кто оказался на обочине жизни, сами подняться не могут. Впрочем, в помощи сейчас нуждаются и сами благотворители. Они ищут и спонсоров, и рабочие руки. Мария Новикова, Александр Кожеватов. Главные новости Екатеринбурга. Главные новости Екатеринбурга.